сейчас примите удобную для ног позу но такой которая позволит вам сидеть прямо макушкой потянитесь вверх прикройте глаза все внимание сосредоточьте на себе настраиваемся на занятие просмотрите себя отследите состояние самочувствие ощущения в теле перед практикой перед тренировкой то с чем каждый из вас пришел на этот урок зафиксируйте в уме те ощущения которые удалось о себе осознать также отследить уровень энергии насколько вы заряжены на данный момент свое настроение качество эмоций и не оценивайте их негативно если даже они вам сейчас не особенно нравятся просто факты просто нейтральные сведения которые важно осознать отследить и запомнить формулируем намерение на практику подумайте сейчас зачем и почему вы приняли для себя решение потратить свое время часть своей жизни скажем так свои усилия свое внимание на это занятие на практику йоги в целом если у вас есть какое-то желание позитивная установка санкальпа то вспомните о ней можно мысленно проговорить ее про себя так чтобы те усилия которые мы тратим на выполнение асан на эту тренировку также шли на реализацию этого намерения и приближали исполнение желанного в жизни быстрее теперь переключаемся на дыхание и начинаем дышать медленно глубоко превращает процесс из произвольного управляемый контролируемый нами и мы сразу же замечаем что дыхание может быть медленным может быть глубоким только по нашей воле мы даже можем задерживать дыхание я предлагаю постепенно и по готовности превратить полное йоговское дыхание в паранаяму похожую на квадрат самовреди когда мы делаем вдох и на вдохе делаем паузу задержка дыхания надувая живот а на выдохе мы делаем паузу после выдоха слегка подтягиваешь вот это не глубокий вакуум не удеяна вакуума как просто больше задержка дыхание если это вызывает определенный дискомфорт то дышим без задержек отслеживая внимание как вдох переходит выдох выдох новый вдох целиком и полностью концентрируясь на этом процессе и и пресекли разворачиваем обратно в коврик своему дыханию своему телу это может быть несколько раз учимся управлять точно такую же концентрацию старайтесь держать во время самой тренировки во время выполнения упражнений будьте сосредоточены на своем теле на том что происходит с ним если вы будете замечать что вы готовы углублять какое-либо положение и хотите этого тогда пожалуйста делаем максимальное усилие заходим в свой предел если же напротив какое-то упражнение вызывает дискомфорт или вы заметили что прерывается дыхание или вам становится внезапно больно то смело делаем шаг назад делаем облегченный вариант формы либо вообще не делаем это упражнение и отдыхаем или собаки мордой вниз или в позе ребенка не открывая глаз закройте левую ноздрю дышим правой задержки дыхания убираем пранаяма сурия пьедана солнечное дыхание которое само по себе тонизирует бодрит в нашей последовательности оно подключает тело пробуждает тело готовит упорно двигательный аппарат наши тренировки наблюдайте как выше правой ногтей все ли хорошо свободно ли это дыхание с очередным своим выдохом меняя в сторону правую закрываем дышим левой это лунное дыхание само по себе оно успокаивает оказывает седативный эффект но в нашей практике комплексе вместе с солнечным лунное дыхание позволяет пробудить нашу ментальную составляющую наш ум наше сознание чтобы то что мы делаем было не просто гимнастикой на коврике а целостным процессом связи тела и ума истиной йогой и он присутствует и тело присутствует и все это участвует в тренировочном процессе с очередным выдохом возвращаем руку на колено делаю полный глубокий вдох полный выдох ладушки вместе с ладонами на моски растираем их как следует согреваем если вы не носите контактные линзы если ничего не мешает вам надавить ладонями на глаза то согретые ладони прикладываем вверх и прям давим на глазные яблоки если что-то мешает и вы понимаете что вам нельзя давить ладонями в глаза просто прикасаемся согретыми ладошками и согреваем теперь руки на колени моргаем возвращаем фокус своему зрению глаза открыты постарайтесь выполняют динамику заказывая глаза вверх вниз не мигать не моргаем делаем быстро в динамичном темпе и самые крайние пиковые точки закатываем глаза до сухости до жжения если чувствуется легкое головокружение значит глазные мышцы еще пока недостаточно в тонусе и это хорошо это полезно упражнение отлично влияет на зрение восстанавливает его даже частично не дает падать и хорошо влияет на внутричерепное давление моргаем глазами увлажняем глаза открываем снова право лево пиковые точки крайне быстро-быстро-быстро глаза открываем вращаем по кругу а сами при этом не двигаемся только глаза у нас по или против чизовой стрелки два раза моргнуть и в другую сторону вращаем отлично поморгайте ладони на колени если ноги устали меня перекрест переходим к дыхательным упражнениям капалабхати напоминаю все знают но напоминаю это дыхательная техника предполагающая выдох активный с подтянутым животом выдох пассивный расслабляем живот если это новенькое что-то для вас не новенькое новенькая новенькая оксана помнит смотрите девочки кто это не практикует регулярно либо там когда-то давно и забыли как происходит в медленном темпе мы сейчас собственно все начнем в пропорции один к трем дадим телу вспомнить привыкнуть к этой технике а потом будем ускоряться один к двум и один к одному на выдохе активно делаем выдох даже постарайтесь его прогнать через горло делать такой шипящий звук не открывая рта при этом но не получится ничего страшного резкий выдох носом и при этом подтягиваем живот подтягиваем вдох мы просто отпускаем контроль вот расслабляется но не надувается и вдох случается сам собой без нашего участия без усилия на вдохе то есть если вы начинаете слышать звук своего вдоха значит вы делаете усилия старайтесь его не делать отпускать вдох случится сам если вы просто расслабитесь давайте один это выдох один два три пассивный вдох один выдох один два три пассивный вдох взгляд перед собой либо кончик своего носа либо закройте глаза чтобы внимание быть сосредоточенными на процессе поехали пропорции обеспечиваем сейчас не торопимся все медленно делаем ждем паузу на вдохе и пресс активно подтягиваем на выдохе сокращаем вот так брюшная стенка изнутри хлопает по нижней части легких и выталкивая вот так брюшная стенка через несколько дыхательных циклах ощущение в животе будет такое как будто вы реально качаете пресс привычная тихо приходится вдохновенная упаковка вдохновенная выдохновенная достаточное дыхание привычным паттерам потому что мы обычно же делаем так Делаем на живот. И всегда зеркальный движок. В виде приглядая друг друга на живот, как будто это зеркальное движение. Выдохну. Отдохну. Надо отдохнуть. Я не знаю. Управляем. Вдох. Кристина, вдох. Выдыхаем, втягиваем. Вдох. Переходим на пропорцию 1 к 2. Вдох. На меня смотрим. Вдох. Теперь нажимаем. Выдох. Вдох. Вдох. Ослабляем живот. Надуваем специально. Молдом заставляем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Выдох. 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 Все перевариваем. Глубокий полный вдох. Задержка на вдохе. Дыхания под галерой. Вдох. 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 Здорово. Вдоха. Вдох. Вдох. хара-банха, три замка. Внимание на абдоминальной зоне. Еще раз. Если брюшную манипуляцию мы по какой-то причине не делаем, мы держим просто задержку дыхания. Джаландхару держим. Джаландхар – это шейный замок. Если вы не можете прижимать подбородок к груди, вы просто напрягаете горло. Комфортное время задержки, затем отпускаем, восстанавливаем дыхание. Еще раз. Второй подход по лобхаде. Если техника хорошо идет, отработана на предельной скорости, пропорции один к одному, но не теряя максимную работу средств. Мы с вами по пропорции один к двум работаем. Выдох-вдох, выдох-вдох. В своем темпе. До 108 счетов считаем. Вдох. 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 Еще раз. Прям выталкиваем себя. Это чистка. И с каждым выдохом мы чистим респираторку, чистим ЖКТ и даже сознание. Можно изжуализировать, что с выдохом я выдыхаю, Прямо стараюсь делать это. Продолжаем продолжать. Теперь можно было разокрыть и внимание на живот. Ещё немножко. Пресс должен уже гореть огнём. Умнички. Отлично. Заканчиваем полный вдох. Второй подход. Массаж тёпки с тканью. Если получается, проснукиваем ребра со спины. Сжимаем руками ребра. Рыбоком выдыхаем. Хорошо. Отлично. Через стороны поднимаем руки вверх. Я буду зеркалить. Слушаем, что делаем. Делаем глубокий вдох. Наполняем лёгкий. Наклон. Влево тянем. Правый бок. Один. Влево. Влево наклон. Своё своё. Лево. Два. Три. Не дышим. Держим задержку. Четыре. Пять. Выдох. Центр. Пять. Втянули. Живот. Скрутка вправо. Я зеркалю. У Диана банка. И скручиваемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Медленно выходим из скрутки. И сейчас спокойный вдох. Спокойный выдох. Снова через стороны руки вверх. Глубокий вдох. Наполнили лёгкие. Наклон вправо. Тянем левый бок. Держим задержку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Центр. Выдох. Живот под ребра промежность подтянуть. Скрутка влево. Держим у Диана Мулабанку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Медленно выходим из скрутки. Спокойный вдох. Спокойный выдох. В хастрика это более понятный процесс. Большие пальцы мы прячем в кулаки. Дыхание и на вдохе и на выдохе активное. Так как будто мы накачиваем себя кислородом тела. Как насос. Это разогревающая техника. Вам может стать жарко. Уже может плот по спине потечь. Так что это нормально. Локти вместе. Вдох. Выдох. Нофом. Вдох. 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 И сколько вы сделаете выдох, столько идет вдох. Отлично. Глубокий вдох. Полный выдох. Пронежность и подбородок груди. Пронежность подтянуть. Сбалтываем животом, агнесарат хаутим. Тонус. Мы стазов в одна, подбородок груди, шею напрягаем. Шейный замок делаем. А живот, абдоминальная зона у нас в движении. Отлично. Доделываем комфортное время. Умнички. У всех хорошо живот двигается. У всех, соответственно, нет ограничений. Если есть возможность, встаем, не помогая себе руками. Если нет, возможности встать, не помогая руками. Встаем как можем. Отлично. Полный вдох. Полный выдох. Так вот, сгибаем коленки, ладони, меграемся в бедра. Подбородок прижали в груди. Пронежность подтянули. По окнуму живота. Первая задержка. Подбородок там. Круди. Спинку слегка. Круди. Саша немножко подкрути таз на себя. У тебя прогиб поясничный. Вот, вот, вот так лучше. Старайтесь именно в бедра, а не в колене упираться. Повыше колен. Создавая такое напряжение, сопротивление. Комфортное время подержали, отдышитесь. Восстановите дыхание. И еще две задержки после выдоха. Или огнисар отхаутим взбалтывание животом. Если кто-то крутит науле, тогда крутим науле. Влево, потом вправо. Или матьяна науле вперед-назад. В общем, два подхода. Любая брюшная освоенная манипуляция. После выдоха вдох. Повыдох. Задержали дыхание. И что-то, что-то делаем со своим животом. Это, видимо, первый подход был. Еще один, да? Если мы делаем взбалтывание, постарайтесь поделать подольше и посчитать количество встряхиваний этих. Просто для себя, для информации, сколько манипуляций получается сделать. Поехали. Ну и также, если вращаем науле, сколько проворотов. Спокойный вдох и выдох. Восстанавливаем дыхание, подтягиваем уловья на банку Склести в голени, возвращаемся обратно в положение сидя Желательно, не помогая себе руками И отсюда, через голени, переходим в кошку То есть щитрый переход Сразу в кошку встать нельзя было Внимание, в кошке Постарайтесь сейчас сгладить поясницу Немного подкрутив таз на себя И не теряйте вот за этим положением поясницы контроль То же самое плечи То есть мы не проваливаемся в плечах, мы прогибаемся в пояснице Мы здесь все сгладили Шея длинная, макушкой тянемся в свой вперед У вас зеркало, у вас сторона окна Олеся макушкой ко мне И начинаем работать с шеей Подныриваем Один, хорошее амплитудное движение в шейных позвонках Два, три, четыре Локти не сгибайте, только шея Только шея Пять, хорошее, расшевеливаем Шесть, семь Восемь Отлично Встаем на колени Поворот головы, я опять зеркалю Поворот головы справа И движение обратное подбородком к плечу Один Два Прям вот грибая подбородком к плечу что-то Три Четыре Пять Разворачиваем голову влево и подбородком к левому плечу Один Два Три Четыре Пять Отлично Ладони на пол Макушка вперед потянулись Скрутки, повороты вправо Голова на весу, повороты влево Вправо Влево Взглядом помогаем Смотрим из-под плеча на потолок, чтобы глубже скрутиться При этом тянем макушку, шея длинная Влево И еще право Лево Право Лево И еще по разу Право Лево Поднимаемся на колени Подбородком рисуем круг над полом Один Два Три Четыре Пять В обратную сторону Один Два Три Четыре Пять Отлично Возвращаемся Поясницу сгладили Отжимаемся в плечах Локни не сгибая Провариваемся грудью Толкая ладонями в пол Раздвигаем лопатки Провариваемся Раздвигаем лопатки Провариваемся Раздвигаем И еще три Четыре Пять Осознали это движение Поднимаем колени от пола И пять раз Планки То же самое Один Два Три Четыре Пять Возвращаем колени на пол Отжимаемся Восемь раз Сгибая локти Делаем что-то вроде четвертой Без колен Плечи подавая вперед Локти прижимая к бокам Окей Таз подкрутили Прогибов поясницы нет Поехали Раз Два Три С веселой улыбкой Выполняем Стараемся реализовать В любых прогибах Неважно Стоя Сидя Лежа Сегодня этого будет мало Но тем не менее И вперед Раздвигая лопатки Вот это касается Всех силовых пост Планки Четуранги И низких Бакасаны Балансы Бакасаны тоже Вот Которые у нас сегодня будут Хорошо Руки через стороны Поднимаем Вверх Вращение плечами назад Теперь здесь Раз Два Три Четыре Пять Не то Вперед Один Вперед Вот это движение Только Два Три Четыре Пять Отлично Руки в стороны Проворот плечей Правое Плечо выворачиваем вперед Левое наружу И наоборот С усилием Руки в стороны Тянутся Два Три Четыре Это должно быть Довольно трудно Пять Хороший выбор От плеча Шесть Семь Восемь Отлично Сцепляем пальцы В замок Одна рука сверху Другая Снизу Вводим руки за голову И сгибая локти до конца Рисуем круг за головой Если голова мешает Согнути шею Руки за головой Движение в локтевых В плечевых суставах И прогиб По сути Это хорошее сгибание В плечах Меняем положение рук Рисуем круг в другую сторону Расшевеливаем плечи Потому что у нас будут захваты Всевозможные за головой За спиной Нам нужны хорошие Подвижные плечи Отлично Ладони на пол Внимание Переносим к пояснице Крутим тазом Вращение только тазом Раз Два Три Четыре Пять Шесть Динамики Семь Восемь Быстрое движение В другую сторону Раз Два Три Четыре Пять Че такое? Такой Сесть Семь Восемь Да Бывает Ну ничего Правую ногу вытягиваем Сгибаем в колени Вращаем колено наружу Раз Два Три Четыре Выше колено поднимаем Пять Шесть Семь Восемь В обратную Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девочки Вытягиваем правую ногу Назад Выпрямили колено Сгибаем колено Зажаем правым коленом В левое И затем Разводим стопу Более не в стороны Алками толкаем пол И ложимся Грудью Животом на бедра Ничего страшного Если я не достану До пола В любом случае Казобедренных Будет приведение Нам оно и нужно Нам не обязательно Прижимать таз к полу И снова Грудь вперед Выходим в кошку Освобождаем Правую ногу Вращение Левая нога Наружу Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь В обратную Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Вытягиваем Левую ногу Назад Сгибаем ее В колени Зашагиваем Левой ногой Под правую И толкаем Ладошками Пол Ложимся Грудью Животом на бедра Ощущение Приведения Внешняя сторона Бедра Ягодичные мышцы Здесь чувствуются Также вытяжение По поясничному Отверну Возвращаемся В кошку С крест Голени Садимся Вытягиваем Ноги Положение Дандасана Поза Спинку Прямо Жамкаем Пальцами На руках И на ногах Продолжаем Жамкой Пальцами Ног Руки В стороны Ладошки Вверх От мизинца К большому Собираем пальцы В кулак Один Два Три Четыре Пять Разворачиваем Ладони К полу От большого К пизинцу Один Немножко нейро Гимнастики Два Три Четыре Пять Сложное упражнение Поэтому оставьте ноги в покое Ладони вперед Правая рука От большого К мизинцу Левая От мизинца К большому Один Два Три Старайтесь не подсматривать Четыре Смотрим вперед Пять Меняем Левая От большого К мизинцу Правая От мизинца К большому Один Два Три Четыре Пять Молодцы Ну даже если Не получилось По многим Гимнастику Мы сделали Правую ногу Сгибаем Я сгибаю Левую Зеркалью Смотрим На свои пальцы Ну Можно На вках Что-то делать И поочередно Поднимаем То большой То четыре Остальных То большой То четыре Остальных Играем На пиаминах Не-не-не Руками Не нужно помогать И смотрите Чтоб колено Вот так вот Не болталось И все в принципе Хорошо Но иногда Люди настолько Увлекаются Что начинают Помогать Движением Стазобедренным И колено Начинает Мотаться Туда-сюда На максимум Что мы можем Себе позволить Это накатывать Стопу На внутренний На внешний свод Движение В коленостопе Минимальное Делать Попробовали Правой ногой Увидели свои результаты То же самое С левой Может встречаться Большой Четыре остальных Большой Четыре остальных У кого не получается Берите в домашнее задание То есть Это не трудно Ваши пальцы Так могут Ваш мозг Так не может Нет нужных Иронных связей И нам нужно Через это движение Их у себя Создать Так-так-так Руками не помогает Большой Поднимается Работает Нет Эти не поднимаются На внутренний свод Пробуйте накатить Ну и интересная Связка Стопа перед собой И поочередно Поднимаем С правой стороны Четыре С левой Большой И меняем Пробуйте Пробуйте Девочки Я сама над этим Работаю А потом А потом меня Да То есть Здесь Получается Здесь четыре Здесь большой Здесь большой Здесь четыре Здесь четыре Здесь большой Здесь большой Здесь четыре Вот Диан Кладай музыкальную школу Там Рассимхрон Разве Это очень полезно Да Это в принципе Любое Разбитие полезно Конечно Там Да Там Это совсем Другое Там еще И ноги Ну Ладно Хорошо Спасибо За попутку Ложимся На струк Руки Ноги Вверх Встряхиваем Руками Ногами Трясемся 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 Встряхиваем Усталость Если она Уже У нас Вдруг Образовалась В теле Добавляем Движение Головой Повороты Головы Справа Влево Руки Ноги Трясутся Произвольно Голова Вправо Влево Скрутка В шеи Добавляем Движение Глазами Вверх Вниз Голова Вправо Влево Глаза Вверх Вниз Сколько Ноги Трясутся Друг на друга Не смотрим А то смешно Будет Трясемся 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 Оно и так Смешно Голова На полу Не нужно Голову Поднимать Голова Просто катается По полу Дополнительные Сложности Не нужно Создавать И еще Немножко Еще Чуть Чуть Отлично Оставляйте Голову На затылке Глаза Уже Нормальное Положение Сгибаем Ноги В коленях Бедра В живот Прижимаем Приподнимите Голову Лопатки И потихонечку Начинаем Рассказывать Только поясницу Потихоньку Малоамплитудные Движения На пояснице Туда Сюда Туда Сюда Убедитесь Что спинка Кругленькая Вы действительно Катаетесь А не падаете На поясницу Постепенно Увеличиваем Амплитуду Да И здесь Будет понятно Если вам Одного коврика Мало Жестковато Берите два Или стелите Мягкий коврик Под спину Постепенно Увеличиваем Перекаты Насколько Это комфортно И вот Уже Вы можете Накатываться Буквально На лопатки И на ягодицы И теперь Кто готов Пробуем Больше импульса Создать Перекатиться На стоп И поднять таз И укатиться Обратно Вдох Вперед Перекат Выдох Назад Если не получается Таз от пола Поднимать Просто садитесь И еще Три Выдох Четыре Выдох И пять Выдох Перекатываемся На стопы Или помогаем Себе руками Поднять таз от пола Ладони Перед стопами Разгибаем колени Устанаса На макушке От пола Тянемся 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 Взгляд Кончик носа Колени могут быть Подсогнуты Дышим Уджай Вот здесь вот Уджай уже Пора подключать Два Три Четыре Пять Ладошки На середину Голени Перекладываем Выполняем Пять веньяс Вдох Артха Утанасана Вытянулись Выдох Прижали Животом К бедрам Собнув колени Еще Вдох Потянулись Выдох Утанасана Три Вдох Выдох Четыре Вдох Выдох И пять Вдох Выдох С прямой спиной Со вдохом Полностью выпрямляются За руками Ладошки Над головой Поднимаем Пятки Как можно Выше на носочки Выдох Опускаем Пятки Поднимаем Пальцы Ного Пола Выдох 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 Крикат на стопе Еще Вдох Кончиками пальцев Тянемся Вверх Выдох 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 И последний раз Вдох Пятки Высокол Выдох Присели Пятки Подняли Стопы вместе Середина коврика Замок Наклон Влево Тянем правый бок Вдох Выдох Наклон Вправо Тянем левый бок Вдох Выдох Центр Широкий шаг Вы встаете Ко мне Сюда лицом А вы встаете Ко мне Сюда лицом Олеся Остается Шире коврика Хорошо Стопы в диагональ Руки у груди Рудраца Насели Выдох Коленки в сторону Туда же Когда смотрят стопы Выдох Разгибаем колени Вдох Правую стопу Поворачиваем в сторону Таз Влево Триконасана Вдох Выдох Поднимаемся Центр Разворачиваем Левую ногу Триконасана На левую ногу Вдох Выдох Центр Вдох Выдох Поворачиваемся К правой ноге Закрывая таз Парш Парш Ватанасана Вдох Выдох Поднимаемся Центр Разворачиваемся К левой ноге Парш Ватанасана Вдох Выдох Снова Поднимаемся Центр Вдох Выдох Разворачиваемся К правой ноге Санчаласана Вдох Выдох Можно не очень глубоко Поднимаемся Центр Вдох Выдох Левая санчаласана Вдох Выдох Поднимаемся Вдох Вдох Правую стопу Сгибаем Парш Ватанасана Вдох Выдох Вдох Выдох Вдох Выдох Вдох Диагональ стопы ставим, руки вверх, выдох, вдох, выдох, параллельно стопы, наклон вниз, выдох, в наклоне просорита податанасана еще вдох, выдох, со вдохом поднимаемся, руки вверх, замок, соединяем стопы вместе, молодцы, наклон, вдох, выдох, вдох, выдох, руки вдоль тела, возвращаемся к началу комнаты. Это было Чандра, намаскар, а сейчас Сурья, намаскар, уже привычная последовательность, я рисую мне вперед, в более динамичном темпе, перед собой руки поднимаем, за голову вводим, таз толкаем вперед, вдох, с выдохом наклон, правой ногой отшагиваем назад колено, не опускаем, вдох, с выдохом отшагиваем, левый выдох, колени, грудь, подбородок на пол, вдох, здесь же выдох, вытягиваем ноги, вдох, с выдохом, кошка, с кошки вдох, колени поднимаем, собака мордой вниз, выдох, правой ногой шаг вперед, левое колено полу не касается, вдох, подшаг, левый выдох, с вдохом поднимаемся за руками, прогиб вдох, руки через стороны, выдох, спокойный вдох, выдох, ничего, если немножко неправильно получается делать, не дошагиваете или что, это просто разминка у нас, поехали, левая нога, вдох, наклон, выдох, левый шаг назад, левая колено, вдох, вдох, отшаг вправо, планка, выдох, кошка, вдох, планка, выдох, собака мордой вниз, вдох, колени, грудь, подбородок на пол, выдох, кобра, вдох, кобра, вдох, кошка, выдох, собака мордой вниз, вдох, здесь же выдох, левой ногой шаг вперед, вдох, подшаг, правая, выдох, удох, остаться на вдох, продаться на выдох, спокойный вдох и выдох, аштангурский суринамаскар, с четурангами, помним, что это планка, локти к бокам, в плечах не проваляем, не проваливаемся, в пояснице то же самое, если физически тяжело, смело делайте с колен, и даже если с колен не помогает, можно лбом касаться пол, только лоб старайтесь выводить за ладони, вот, у кого есть силы, кто делает часто эту позу, входим в нее, прыжком, сразу гибая руки в локтях, окей? Четыре раза? Да. Погнали, без прогиба, уртвахастаса на вдох, уттанаса на выдох, взгляд вперед из наклона, вдох, доступная четуранга, выдох, собака мордой вверх, колени затянули, вдох, собака мордой вниз, выдох, взгляд на живот, вытягиваем спину, первая наша собака мордой вниз, сегодня отстраиваем ее, один, ладошки прижимаем к полу, основание пальцев приклеиваем, два, чуть сильнее подогнуть колени, больше вытягиваем спину, вот, вот, три, смотрим на живот, четыре, здесь не мусковая дороги ставить, слушай, вам другой поздать, у вас не помочили, толстый, да, сейчас я вам второй поздно, сверху положите, пять, переносим внимание вперед, со вдохом, с шагом, а лучше прыжком, ноги к рукам, и вытягиваемся из наклона, выдох, уттанасана, наклон, вдох, поднимаемся за руками, встаем, куртва хастасана, выдох, тадасана, спокойный вдох, руки вдоль тела, спокойный выдох, вариант 2, уткатасана, вдох, уттанасана, выдох, артха уттанасана, вдох, доступная четуранга, выдох, Уртхамукхашванасана, вдох Адхамукхашванасана, выдох Взгляд вперед, правая нога Шаг к рукам, помогайте одноименной По необходимости, вдох Бойн один, ладони на пол От шаг, выдох Собака, вверх, вдох Собака, мордой вниз, выдох Взгляд вперед, левая нога, вдох Шаг, верабхатрасана один Ладони на пол Долгий выдох, от шаг, четыре раза Собака, мордой вверх, вдох Собака, мордой вниз, выдох Фиксируем положение Максимальное вытяжение спины Позвоночника, взгляд, свой живот Купок тянутый Локти прямые, сгибы локтей вращаем Кнаружи еще три Четыре Олеся, которая ко мне Ближайшие коленки подраздеваете Больше уже можем, да? Пять Взгляд вперед, со вдохом Подпрыгиваем на носочках К рукам вытягиваем все из наклона Выдох, наклон Вдох, уткатасана Присели на стул Выдох, тадасана Спокойный вдох Спокойный выдох Руки через стороны вверх Артхакати Чикрасана Опять боковой наклон Наклон влево Сейчас смещаем таз Вправо Тянем как следует Правый бок Один Два Три Четыре Пять Мой счет условный Дышим медленнее Вдох в центр Наклон вправо Таз смещаем влево Тянем левый бок Дышим, растягивая дыхание Один Два Три Четыре Пять Вдох Центр Снова наклон Влево Но таз мы теперь смещаем тоже влево Стараясь сжать левый бок Один Два Три Четыре Пять Центр Наклон вправо И таз вправо Один Два Три Четыре Пять Вдох Тадасана Выдох Следующий Вдох Праги Уртва Хасасана Выдох Уттанасана Вдох Адха Уттанасана Выдох Четуран Дандас Вдох Уртва Мухашванасана Выдох Адха Мухашванасана Идем в первый сет упражнений Собака Мордой вниз Поднимаем правую ногу Оставляя таз Закрытым Экопада Таз закрытый Предполагая Что поясница Плоская Ягодицы На одной линии Подвздошной Симметрично направлены К полу Больше ничего в позе Не поменялось Дышим Раз Два Три Четыре Пять Взгляд вперед Правая ногой Шаг к рукам Небольшой Триканасан Мы будем делать Левую стопу разворачиваем Параллельно заднему краю коврика Правая рука Или захват за большой палец А штандовский вариант Или на стопе Или на голени Левая рука вверх И выполнив эту кузу Начинаем смещать таз слева Вытягивая правый бок Смещение таза Поза в одной плоскости Держимся Два Три Сюда смотрим На левую ладошку Четыре Пять Очередной вдох Выдох Левая ладонь Под плечом Или даже чуть дальше Чем плечом Вперед Левая стопа На внешнее ребро Правая стопой Под шаг Левая правая рука Вверх Васиштхаса На боковая планка Левым боком вниз Один Простая пока Два Три Четыре Пять Правой ногой Шагаем вперед Если надо Помогите себе Одноименной рукой Дошагнуть Левая нога На носочки Вверх Кадраса На один Ладошки над головой На мостах Взгляд Большие пальцы рук Локти выпрямляем Один Два Три Вес Распределяем равномерно Две ноги Взгляд Вверх Шея длинная Плечи от ушей Четыре Плечи от ушей Пять Вдох Ладонь Обе стороны Правой ноги Левая колена На пол Если знаете Чувствуете Что есть куда Увеличить расстояние Ног Левую ногу Смещаем Колено Правая Правая нога На себя Животом Прижимаем Себе Друг Взгляд Палец Правой ноги Фиксируем Один Два Три Четыре Пять Отлично Девочки Смотрим Три Три Неправой 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 Шаг Шаг Неправой 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 Колено Если Можем Увеличить Расстояние Между ног Отдвигаем Правую Ногу Назад Таз Вперед И вниз Вытягиваем Шея Продолжает Позвоночник Дышим Следим Чтобы колено 90 градусов Было Левое Два У всех Все хорошо Молодцы Три Дыхание Не теряем Создаем Атмосферу Как будто Мы на море Шипящий Звук Шум Волн И с выдохом Таз Назад Левая Стопа На себя Наклон К левой Ноге Если Колено Никак не хочет Разгибаться Спина Вытягиваться Руки Можно Убираться Руками В левую Голень Но не в колено Два Три Спинку Держим Четыре Пять Приготовьтесь К балансу Одноногому Левая Стопа На пол Колено Опять Подсогните Правое Колено От пола Мысленно Берем Вес На левую Ногу Встаем Правое Колено Прижимаем К себе Левой Рукой Захват За правое Колено Правой Рукой Назад Разворачиваемся Грудью Вправо Фиксируем Себя Один Если легко И стабильно Стоите Взгляд Правой Ладонь Два Три Не теряйте Дыхание Четыре Пять Вдох Вдох Выходим Из скрутки Правой Ногой Балансовая Шаг Назад Закрыт Симметрия Подвздошных Костей Выдох Наклон К левой Ноге Парш Ватанасана Коленка Прямая Если колено Никак не хочет Разгибаться Руки В упор На голень Два Спинку Вытягивайте Вытяжение По позвоночнику Следите за этим Не отпускайте Сознание От спины Три Кристина Коленку Жорщи Левую Ага Четыре Пять Париврита Три Канасана Поднимаем Левую руку Правая рука Осталась там Где есть Разворачиваем Грудь влево Взгляд Левая ладонь Остаемся Один Два Три Четыре Пять Вдох Левая ладонь На пол Выдох Правая нога Под шаг Клевый Уттанасану Наклон Складываемся Пополам Останьтесь Здесь Один Два Три Девочки У кого живот Далеко от ног Сгибайте колени Прижимайте живот К бедрам Четыре Шея длинная Макушка Полу Пять Утткатасана Сгибаем ноги В коленях Таз Назад Бедра до параллели С полом Копчик Тоже К полу Направляем Сглаживаем Поясничный Прогиб Чувствуем Что вверх Пошел на пятки Больше Раз Два Три Четыре Пять Коленей в стороны Ладони На пол Копчик 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 Вы так опустите колени на пол и немножко отдохните. Если чувствуете, что запястье нуждается в консенсации, вот так ладошки выкладываем. И вот так вот так вот держим мизинчики вместе. Как самочувствие? Все хорошо? Следующий сет будет аналогичный, как этот, но усложненный. Соответственно, если какая-то форма вам покажется чрезмерной, да, вы к ней, например, не готовы сегодня, тогда вы можете ее выполнить, как в прошлый раз. То есть те же самые позы, только немножечко выкрутасаны. Окей? Адхамукхашванасана возвращаемся в исходное положение. Что? Исходная. Исходная – это собака вниз у нас сейчас. Вытягиваем спину, отстраиваем позу. Мы будем делать баланс. Опять в прошлый раз у вас был трехотворный баланс. Акапада от хамукхашванасана. Теперь будет двухотворный. Кто готов? Чуть-чуть дальше ноги. Да, увеличим расстояние. Расстояние между рук и ног, как в планке. Итак, правая нога вверх. Взгляд в живот. Таз закрыт. Не обязательно делать шпагар вертикально. Важно просто убрать одну опору. Хорошо. Кто готов? Подумайте об этом. Готовы ли вы конкретно? Левая рука вдоль тела назад. Остаемся на двух диагональных опорах. Левая стопа, правая ладонь. Взгляд. Или на большой палец левой ноги, или на свой живот. Это сложнее. Держимся. На трех или на двух опорах диагональных. Два, три, четыре, пять. Внимание. У кого рука левая была в воздухе, верните ее на место. Правой ногой шаг вперед. Треугольник. Левая параллельно заднему краю коврика. Отстраиваем триконасу. Но мы уже знаем, что это мы уже сегодня сделали. Поэтому входим в кузу треугольника. И дальше усложняем. Левая рука разворачивается ладонью назад. Уходит за спину. Стараемся достать до правого бедра. Кто-то достанет, кто-то просто руку за спиной оставит. Правый бок максимально вытянутый. Мы поднимаем правую руку до параллели с полом. И тянемся ею вперед. Взгляд при этом на потолок. Чувствуем, как за правой рукой хорошо вытягивается правый бок. При этом остаемся в одной плоскости. Два, три. Вот так тянемся, тянемся. Четыре. Пять. Умницы. Сейчас левую руку освобождаем. Опускаем ее на пол. Левую ногу разворачиваем заднюю на внешнее ребро. Васиш с хас. Она может быть правой к левой. А можно взять правую руку, правую стопу. И переставить на левое бедро. Сделать чуть более сложный вариант боковой фланги. Один. Нет, как вот Таня. Два. Наташа. Хорошо, все, понял. Встал. Три. Выше таз. Выше. Четыре. Пять. Отлично. Правой ногой шаг к рукам. Если нужно, смело помогайте одноименной правой рукой. В прошлый раз у нас был бой на один, а теперь бой. Три. Взгляд большой, палец правой ноги. Кому тяжело руки держать, руки можно на мосты у груди сложить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сгибаем правое колено, левое отшаг назад. Санчаласана. У нас была вот такая санчаласана. То же самое, если ваша спида сегодня к прогибам готова, вот этот вариант в бегуне. И мы делаем венья. Тут здесь вдох или здесь вдох. И наклон правой ноги, выдох. Всего пять раз. Снова вдох санчаласана. Выдох. Снова вдох. И выдох. То что вперед, то назад. И еще два раза вдох. И выдох. И последний отдыхательный цикл, последний связка по разам. Вдох. И выдох. Выпад на правую ногу, левое колено поднимаем. Вдох. Вес переносим сначала ментально, а потом уже фактически на правую ногу встаем. В прошлый раз мы делали половинку. В этот раз мы делаем правой рукой захват за внешнюю сторону левой стопы. Разгибаем ногу вперед. Левая рука назад. Взгляд левой ладони. Правой рукой за левую ногу. Один. Можно заменить предыдущий вариант, если пока этот вариант сложится. Два. Три. Вот это я вам помогаю. Четыре. Дышите, как фану. Пять. Отпускаем левую ногу, шаг назад, таз закрываем. Наклон к правой ноге. Чуть ближе шаг к левой ноге. Парш ватанаса. Вот он у нас был такой. А сейчас мы делаем замок из рук за спиной. И корпусом мы тянемся к правой ноге, а руки выворачиваем как можно дальше. Ну, сколько хватает подвижности плечевых суставов на разгибание. Один. Колено правое прямое. Два. Три. Четыре. Пять. Ладони на пол. Освобождаем руки от замка. Париврита триконасана. Девочки. Давайте сделаем обычный наш скрученный треугольник. А дальше по готовности сложная история, которую я вам хочу предложить. Берите ее, если вы в ней уверены. Так. Правая рука вверх. Разворачиваем вруч справа. Париврита триконасана скрутка. Можно остаться в этой форме. Повторить ее. Но кто готов и чьи плечи не против, мы делаем захват левой рукой. Как с Париврита парш ватанасан. Но в треугольнике это сложнее. Подныриваем под правую. Правую руку вводим за спину. Соединяем в замок. Кто может. И правое колено должно быть прямым. Левой рукой, да. Левой рукой. Как в Париврита парш ватанасане мы делаем. Не-не-не. Вот так снаружи. Сверху. Да, Саша. Сейчас самое сложное выпрямить правое колено и посмотреть вверх на потолок. Отлично. Левой рукой под правое бедро. Так. Да. То есть нужно вывернуть локоть. Это предложение такое. Это продвинутых. Кто готов? Чьи плечи не против. Чья спина не против. Остальные запросто делаем по Паривриту. Отлично. Выходим из скрутки. Ладони по обе стороны. От правой стопу штабша. Правая нога. Двантно. Вдох. Чатуранга дандаса на выдох. Урфамухашванаса на выдох. Ахамухашванаса на выдох. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Экопата. Адхамухашванаса на левой ногой вверх. Таз закрыт. Распределяем я сделала на трех опорах. Понимаем, что нам вообще нормально. Здесь легко. Правая рука назад вдоль тела. Взгляд или большой палец в правой ноге, или живот в свой пупок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Правую руку возвращаем на место. Левой ногой шаг вперед. Правую стопу разворачиваем параллельно заднему краю коврика. Отстраиваем треугольник на левую ногу. Базовая форма, которую мы будем усложнять. Разворачиваем правую ладонь назад. Вводим за спину. Если получается, дотягиваемся до левого бедра. Левую руку тянем вперед. Левая рука параллельно полу. Взгляд на потолок. За левой рукой тянем левый бок. Один. Два. Сильное тело. Три. Что ты боли у меня? Треугольник. Четыре. Здесь я конферку положу. Пять. Пять. Хорошо. Освобождаем правую руку ладонь на пол. От плеча. Правая стопа на внешний край. Кто готов, левой рукой приставляем левую стопу на правое бедро. И левая рука вверх. Кто не готов, просто левая нога от шаг правой. Боковая плана. Один. Таз вперед и вверх. Грант одной плоскости. Еще немножко таз вперед. Пробуем поводить. Три. Дышим, дышим, дышим. Четыре. Пять. Пять. Приготовьтесь. Вирабхадраса на три. Левой ногой шаг вперед. Вес распределяем на левой ноге. Встаем. Руки или вперед, или чуть более проще вариант на мастеру груди. Взгляд. Польшой палец. Левой ноги. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Левое колено согнуть. Правое отшагнуть. Колено на пол. Руки или вверх. Стать больше расстояния между ног. Правую ногу дальше. Или на полу, как в прошлый раз. Виньяс. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Четыре. Оксана, тоже увеличи расстояние между ног. Да. Вот это лучше. Пять. Вдох. И выдох. Хорошо. Приготовьтесь. Выпад на левое колено. Правое колено. Поднимаем. Вдох. Вес берем на левую ногу. Встаем. Левой рукой захват за правую стопу. Грудь вправо. Правая нога вперед. Правая рука назад. Один. Наоборот. Левой рукой за правую. Два. Можно за колено, если сложно, за стопу. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу. Шаг назад. Паша. Данасана. Замок от рук за спиной. Лопатки стянули вдох. Наклон к левой ноге. Подбородком. Голи не тянемся. А замок еще дальше. Поворачиваем вперед от пола. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И оставаясь на плоне, ладошки на пол. Париврита. Дриканасана. Левую руку поднимаем вверх. Это базовая форма. Кто может правое плечо перед левым бедром, локоть развернуть. Поднырнуть предплечьем правым под левое. И соединяем руки за спиной. Дальше нужно выпрямить ногу в колени и посмотреть на потолок. Какие интересные ощущения. Один. Дышу. Молодец. Два. Ну, мне что-нибудь... Что сделала, а не чтобы упадешь? Три. Держимся, держимся, девочки. Или базовая форма. Четыре. Пять. У кого замок, освобождаем его. Обе ладони по обе стороны от левой ноги. Под шаг правой. Уттанасану на плон остаемся. Отдыхаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Присаживаемся. Умаласану колени в сторону. Руки вперед. Еще лучше отдыхаем. Растягиваемся. Можно, в общем-то, заменить бабочкой, если хочется. Угу. Отлично. Хорошо. Ладушки под плечи. Левое колено. Я сейчас не буду зеркалить. Тоже сделала на правую ногу. Правое плечо упирается в правое колено. Перед. Клечо перед коленом. Левое. К центру. Петро поджимаем. К животу колено почти что к грудной клетке. Ну, не почти, а к грудной клетке. Ладони. Пальцы по шее. Увеличивая тем самым площадь опоры. В процессе упражнения кончиками пальцев основания и ладошками давим пол. То есть, такое уверенное постановка рук. Вы стоите на руках. Наша задача сделать половинку показанной. Половинку лаласану. Ну, кто физически сможет, вывести потом лаласану назад. Смотрите. Здесь мы входим следующим образом. Также встаем на носки. Вот эта вот нога, это будет просто. Поэтому мы ее поднимаем от пола. Вторая нога будет сложнее. Нам нужно ее прижать. Бедро к животу. И если мы готовы, то потом вытягиваем левую ногу назад. Ну, или хотя бы вот здесь вот постоять. Та нога, которая у вас висит на плече, как на полке, вот вообще делать нечего поднять с тобой. Сложнее. Галина, левое колено груди. Левая рука снаружи. То есть, у вас будет правое... Не-не, подождите. Правое колено на плече, а левое будет прижиматься к груди. Руки получаются в обе стороны от левого колена. Да, правильно. Пробуем, девочки. Молодец. Ты помеси, помеси. Делай хотя бы три дыхания. Не то, что я обстала, села. Это не поза. Это... Секунда полета, это уже полет. Мы не здесь, не на интенсиве. Давайте. Мы все-таки постараемся. Поза она должна хотя бы какую-то статику иметь. Хотя бы два-три дыхания. Лучше пять. Вторая секунда сейчас. Помоги мне, но... Давай. Сначала ты. Нет, это я могу. Ну, давай. Ходи ты, докуда можешь. Отлично. Вытягиваем. Вытягивай, вытягивай, вытягивай. Я тебе фиксирую плечи, дай. Не могу. То есть, смотри, не могу, потому что ты немножко боишься, наверное, все-таки страх мешает. Не потому что ты не можешь. Так, я вот, когда за плечи держу, чтобы ты носом не клюнула. Левую ногу пробуем делать. Получилось на правую, пробуем на левую. Наши две на левую. Хорошо, что это не восемь. Когда ты желаешь, помню, я просто руки еще больше сомневаюсь. Пусть, пусть, пусть. Да, пока да. Пока так. Пока что мы работаем с балансом, а потом у нас постепенно накопительная сила накопится. Да, да, Саша, умница. Вот. Прекрасно. Отлично. Это трудно, это и тяжелее физически, чем обычно, а пока встанут. Ноги на плечи зависли, и на костях стоим. Это вообще делать нечего. А вот тут уже и контроль, и кор. Умница. Ну, подольше. Разгружаем за пять. И мало. Мало. Маловато будет. Разгружаем за пять. И, девочки, у нас третий сет. Я думаю, мы должны успеть. И. Как самочувствие готово? Сложная связка будет, как всегда, напоследок. Мы оставляем самое сложное, потому что либо мы это сделаем в ресурсе, либо, если у нас ресурсов на это нет, мы, по крайней мере, себя не сломаем, не заведем в травму. Будут шпагаты предложены. Будут. Что у нас еще тут будет? Да, собственно, самое сложное, это шпагат. А, еще будет захват за спиной. Вот такой. Ну, то есть он будет не совсем здесь, да, но вот такое положение руки у нас будет. Делайте его, если с плечами все хорошо, если нет травм каких-то, ограничений, пожалуйста. Ну, ладно, по ходу дела разберемся. Ну что, давайте. Исходное положение. Асхаму-хашванасану встаем. С нее начинаем наш сет упражнений. И здесь мы сделаем тоже баланс трехокорный. Каматкарасана или танцующая собака с правой ноги. Поднимаем ее. Открываем таз. Сейчас развернув правое бедро в сторону, нога поднимается выше. Сгибаем колено поверх левого плеча, находим взглядом в свою правую стопу, считаем пальцы. Да, кто хочет, может перейти в мозг в трёх точках, но не обязательно. Один. Вот-вот-вот, молодец. Два руками толкаем по локте, не сгибаем. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Внимание. Закрываем таз, делаем шаг правой ногой вперед. И сразу превращаем ее, нет, не сразу превращаем ее, широкий шаг. Левая ладонь под плечом, левая колена на пол. Грудная клетка разворачивается вправо, правая рука на правое бедро, толкаем бедро наружу. Какую ружью? В сторону, в правую. Можно пойти чуть глубже, поставить левую ногу на внешнее ребро и потянуться левым бедром. На полу, как бы повеситься на левой руке. Чуть сильнее получается ощущение на приведение. Хорошо. У кого левое бедро на полу, сейчас все приподнимаем. Левую ногу ставим сначала на носок, потом разворачиваем на пятку. Правая рука изнутри, вот правого бедра. Левую ногу разворачиваем на пятку. Правой рукой толкаем правое бедро наружу. Левая рука и вверх. Не смущайтесь, если ваша правая нога будет на носочке. Если ахилл растянут, вы сможете без труда поставить стопу полностью на пол. Если пока вы этого не можете, пусть на носочке. Как бы скучно, захват из рук за спиной. Взгляд на потолок. Остаемся здесь. Правое колено в сторону. Отдвигаем. То есть нам и рука одной вверх не помогает, еще мы от бедра его отворачиваем. Держимся. Держимся. Дышим. Следим за своим дыханием. Хорошо. У кого замки, убираем их. Разворачиваемся вперед. Левую ногу снова ставим на носок. Приготовьте. Сейчас для правой ноги будет челлендж. Встаем на нее. Колено в сторону. Левая стопа направо и вверх. Прикшасана. Укореняемся в этом равновесии. И кто хочет еще подключить плечи, правая рука сверху, левая рука снизу. Захват из рук за спиной. Если вы сейчас это сделаете, то возможно и потом в связке вы будете такой захват делать, но чуть более усложненный. Хорошо. Отлично. Убираем замок из рук и переходим у тхита хаса под амбуштхаса на вторую. Правая рука на правый бок. Левой рукой захватываю большой палец. Самый упрощенный вариант. Нужно за колено захватиться. Выпрямляемся. И нога в сторону. И нога в сторону. Но при этом старайтесь ягодицы держать на одной линии. Не задирать ногу сильно высоко. Она не вверх, она в сторону направо. Угу. В сторону. Даже если колено подсохнуто, вот это вот так вот, да? Или вот так. Ну, если колено разгибается. Внимание, девочки. Наклон на параллели с полом. Пальцы левой ноги вперед пошли. Спина прямая. Ладони на мосты и у груди держим. Раз. Нога в воздухе. Два. Три. Колено можно подсогнуть на бедро параллельно полу. Детри. Четыре. Здесь вести на наружу колено. Разворачиваем. Пять. Ладони на правое бедро. И пять движений левой ногой. Один. Колено может быть подсогнуто на бедро до параллели с полом. Отведение. Два. Остальные ноги делаем. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Сгибаем левое колено. Поднимаемся. Левая лодыжка на правое бедро. Четверка. На клоун. Опорную ногу согните. На клоун. Ладони чуть вперед. Берем часть веса на свои руки. Потихонечку начинаем сгибать правую ногу. Поднимая правую пятку. А левую голень пробуем прижать к своим плечам ближе к подмышкам. Так, чтобы колено упиралось в левое плечо. А правый голеносток в правое. И цепляемся стопой за плечо. И кто-то останется здесь. Возможно. А кто-то пойдет дальше. Плечи дальше. Сгибаем правое колено. Поднимаем стопу от пола. Самый минимум вариант это в наклоне остаться. Саша, старайся вот лодыжку дать и колено ближе. Опорную ножку сгибай. И смотри. Задача. Подобра трехами, чтобы коленка уперлась в этот плечо. А с тобой. Вот. И с тобой на себя. Пучком. Садец. Сильнее согни правую ногу. Пятку выше подними. Локти подгибай. Чтобы взять вес тела на руки ты сделаешь. Я вижу, что ты делаешь. Нога беспокоит. Все. Она поняла. Наташа, а с правой ногой что делать? С правой ногой с опорной. Пока что. Либо она на полу остается, если вы пока не готовы взять вес на себя. Либо вы ее сгибаете, поднимаете от пола. Либо в перспективе вытягиваете назад. То есть здесь, конечно, нам нужен нормальный тазобедренный левый, который нас пустит хотя бы сложиться. Если вы в наклоне это сумели сделать, и нормально вам низко из глаз. То после всего, что мы сделали, ты сделаешь. У тебя тазобедренный пустит? Нет, я встала. Я не знала, куда ее выпрямили. Точно так же, как в это пады по кассане. Уравновешиваем себя, чтобы рычаг длинной ноги короткий, она меньше весит. Пусть ее вес не распределяется. Так, да? Чтобы вытянуть ногу, надо больше плечи вперед потемать. Больно, да, было тазобедренно, поэтому не пошла? Или непонятно? Я не поняла. Но мне, конечно, беспокоит тазобедренный, но на эту ногу не так критично проникало. Смотри, Саша, то есть техника такова. У тебя немножко нога сезжает дальше, чем нужно, и колено идет в диагональ. Задача максимально отводить колено в сторону. Это всех касается, да? То есть многие просто не понимают, что происходит. А лодыжка на бедре. И наша задача, вот опорную колено сгибать сколько угодно можно. Ладони должны быть полностью на полу, это же опора. И мы можем поднимать пятку, мы берем вес тела на руки. Здесь коленка в плечо, тык, легла на плечо. Здесь стопа зацепилась. То есть не просто она где-то вяло болтается, она вот оп, прицепилась за руку. И дальше мы вперед, вперед, вперед плечи. Чувствуем, что вес уже на руках. Подняли. Чувствуем, что можем вперед плечи подавать. Подаем, вытягиваем. Уравновешиваем. А видите, когда нога прямая, предвлечье должно быть четко вертикально. А куда ты смотришь? Вперед немножко, как бокасами. А как хвост. Ну, немножко вперед, как бокасами. То есть взгляд перед собой и чуть-чуть дальше. Совсем вперед я не могу смотреть. Но вот чуть вперед, не на ноги. Так. Сейчас, если есть еще ресурс, подмилить делаем. У нас продолжение в анкете. Возвращаем правую ногу на ногу. Ой, это еще середина была связки. Сказка впереди. Поднимаемся. Пусть правая нога оттопнет левую. Снимаем. Воин два. Теловая поза, но после того, как все равно правая нога впереди. А, делали. Это же левая. Правая нога впереди. Сейчас не перепутаете, да? Мы продолжаем работать на правую ногу. Взгляд поверх правой ладони. Распределяем вес тела на две ноги. Татьяна, левая нога параллельно. Краю коврика. И шире шаг. Чуть-чуть шире шаг. Хватит. Нормально. Больше скипайте. Правая колена правая. И витро параллельно полу. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги остались как есть. Левая рука на левую колень. Правая рука в диагональ. Вытянули правую ногу. Два. Три. Левую руку вводим за спину. Стараясь захватить правое бедро. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Вытягиваем правую ногу вдоль правого бедра. Правой рукой ныряем вот бедро. Соединяем руки за спиной. Взгляд из-под плеча. Здесь легко. И можно остаться здесь. А можно, знаете, как сделать? Кто готов? Левая рука за голову. И мы находим сзади. Я сейчас, наверное, не завяжусь. Так. Завяжусь. Сзади правую руку. Захват. Сейчас я завяжу. Разворачивайте ладошку вот так. Цепляйтесь. Вот они. Цепляйтесь. Держимся. Взгляд. Раз. Два. Саша, ты не сделаешь сложный захват? Нет. Три. Четыре. Пять. Все захваты убираем. Латунь на пол. Немножко смещаем правую ногу. Так красиво смотрелось. Только не очень дышало. Левое колено на пол. Руки на предпереди. Немножко смещаем. Ничего. Если оба локтя не опускаются, левое, скорее всего, у всех у вас будет попал. Да. Это правда. Хорошо. Взгляд чуть вперед. Круг надруг. Левое колено. Сгибаем пятку. Ягодицы тянем. Таз не поднимаем. Один. Два. Дри. Четыре. Пять. Правой рукой ныряем под бедро. Рука в сторону. Левая рука в сторону. Левое колено по прежнему согнута. Пробуем лечь грудью на пол. Один. Чуть ниже. Грудь опустить. Два. Контроль в руках. Три. Четыре. Пять. Все. Контроль мы не теряем. Грудью возвращаем обратно под плечи. Левая нога на носок. Левое колено поднимаем. Решагните правую руку через правую ногу. Увеличим расстояние между ног до своего широкого шага. Колени прямые. Это может быть такой шаг. Или такой. Обусловлено подвижностью суставов. Некоторые растяжки мышц. Но помним, что там поза стоят. То есть нам не нужно здесь висеть. В идеале оба колена прямые. Кто готов? Сложная куза, поэтому делаем ее пожелаем. Пяточки. Пяточки. Ноги на носочки. Это ваше же полотенце? Да. Ну, поглядем еще. Пяточки. Ну ладно, уже что. Пяточки помощь обеспечиваем. Хорошо. Следите за дыханием. Постепенно собираем ноги. Коленки плотно вместе, туго вместе. И отдыхаем тепло. Просматриваем себя. Сознаем, отслеживаем. У нас совсем чуть-чуть осталось. У нас осталось сделать связку на левую ногу. И, в общем-то, мы будем уже заканчивать нашу практику. Ну, в целом, как у себя чужих будет? Ну? Ну, а от хомука шла нас? Ну, хорошо? Голова еще может кружиться, потому что здесь достаточно жарко. И мы дышим активно. Активно. Голова кружиться может. Это нормально как бы при нагрузке физической. Это не то, чтобы прям хорошо, но это адекватная реакция организма. Это ничего такого. Незакладная, когда вы начинаете испытывать острую боль. Ну, прямо жесткое такое головокружение. Ну что, продолжаем. Камат карасана на левую ногу. Танцующая собака. Поднимаем левую ногу. Разворачиваем бедро в сторону. Колено выше к потолку. Сгибаем его и поверх правого плеча смотрим в левую стопу. Один. Два. Так быстро в самый глубокий вариант зашло. Сначала, да, вот здесь. Три. Я потихонечку. Сначала прямо стопы, потом вот колено стоп уже. Да. Отлично. Хорошо. Закрываем. Так. Взгляд вперед. Левая нога. Широкий шаг. Помогайте себе. Одноименно руку, если надо. Правое колено на пол. Правая ладонь вот при чем. Разворачиваемся грудью влево. Левая рука толкает левое бедро в сторону. Не, не, не. Правая рука на пол. Разворачиваемся грудью влево. Левая рука на бедро. И вот выталкиваем себя. Примодушка, да. Да. Что сейчас будет? А вае. Сустав так пошел. Кому хочется глубже, правую ногу на внешнее ребро и бедро тянем к полу. Будет больше ощущения вытяжения, приведения. А, стопня нормально? Стопа. Стопня. Если вы ложитесь бедром, то да, она на внешнее ребро разворачивается. Хорошо. Возвращаем левую ногу на стопу. Правую ногу на носок. Левая рука изнутри от колена. Правая нога на пятку. И левой рукой толкаем левое бедро наружу. Правую руку поднимаем вверх. Взгляд на потолок. Если получается, захват из рук за спиной. За спиной. Остаемся взгляд вверх. Грудь в сторону. Держимся. Раз. Два. Захват здесь. Какой? Нет, нет, нет. А, нет, нет. Захват. Есть. Четыре. Ой, молодцы. Пять. Освобождаем руки, ладошки. Оправненько выходим из этого положения. Ладони по обе стороны. Левая ноги закрываем таз. Берем я с тела на левую ногу. Поднимаемся. В рикшасан. Баланс заходим. Намасте у груди. Кто готов? Правая рука снизу, левая сверху замок. Левая снизу. Правая снизу. Да, в прошлый раз правая сверху была. Колено в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Освобождаем руки от замка. Левая рука на левый бок. Правый. Захват или за календр, или за большой палец. Ухита хаса. Потому что хаса на второй вариант. Нога в сторону. Ягодицы подвздошены симметрично. На одной линии. Находим баланс. Укореняемся в нем. Наклон на параллели с полом. Пальцы правой стопы развернулись вперед. Руки намасте. Нога не падая. Держимся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Обе ладони на левое бедро. Пять. Динамик. Правая нога вниз. И отведение вверх. Колено может быть подсогнуто. Два. И отведение вверх. Три. Вверх. Четыре. И еще разочек. Пять. Отлично. Поднимаемся. Правое колено сгибаем. Четверка. Лодыжка. Плотно прижата к бедру. Вы прямо старайтесь прижимать, чтобы она не съезжала в сторону. И опорную левую ногу подсгибаем. Руками дотягиваемся до пола. Опорная нога согнута. Вы можете даже пятку поднять. Ладошки полностью до запястья на пол. Сгибайте сильнее левое колено. Левую пятку поднимаем. Пробуем зацепиться правой стопой за левое плечо. А колено правое уложить в правое плечо. На правое плечо почти в подмышки. И если вы согнете руки сильнее и подадите плечи вперед, очень много шансов, чтобы сумеете поднять от пола правую ногу. Хотя бы просто согнув колено. Может быть потом и выясню. Свой вариант. Делаем смотри. Супер. Я же знаю, что ты можешь. Я даже не сомневалась. Молодец. Прекрасно. И тазобедренные не против. И руки справились. Наклон это уже та же поза, только в чуть-чуть более простом варианте. Девочки, потихонечку возвращаемся в исходное. В этом плане исходное на левой ноге в наклоне. Поднимаемся. Правую ногу снимаем. Широкий шаг. Отстраиваем бой на два. Выпад на левое колено. Правая нога прямая. Левое ведро параллельно полу. В ту сторону. Ага. Открылись поперечную плоскость. Да. Очень хорошо. Лучше? Да. Или не лучше? Нет. Али же ничего не делает. Ну, хорошо. Хоть боль-то проходит, а спускает. А я когда нет, а... Когда ничего не делаю, не болит, движение начинает болеть. Когда я ничего не делаю, я болю. А так вот, когда я пришла. Короче, лечение ничего не делаю. Сегодня нельзя лениться. А ребенок сильно маленький? Ну, как бы. Нету года 8. Продолжаем. Да? Это пройдет. Правая рука на... Конечно. Я надеюсь. Правую голень. Левая рука в диагональ. Вытянули левый бок. Колени. Ноги не меняют свою форму. Левое колено 90 градусов. Держим. Врачам наружу. Два. Три. Ой. Теперь... Теперь мы левую руку уводим... Правую руку уводим за спину на левое бедро. И еще четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Левую руку тягиваем вдоль левого бедра. Левую руку ныряем под бедро. Находим сзади. Правую руку собираем ее в замок. Сначала сделайте такой замок. Если вам легко, да? Правый локоть вверх. Левая рука на зазу. Сейчас. Есть. Локоть нормально? Вот это вот правая рука. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Все замки убираем. Ладони на полу опускаем. Таз закрываем. Левую ногу немного левее сместите, чтобы... она не мешала в левый край коврика опустить руки на пол. Хотя бы правую руку на локоть. Если получается обе, ну, либо оставляем руки подсогнуты в локтях. Таз ниже. Взгляд вперед. Сгибаем правую ногу в колени. Пятцы тянем к ягодицы. Один. Два. Красиво? Красиво в плане ощущений. Четыре. Умнички. Я вас люблю. Пять. Заныриваем левой рукой под бедро. Правая рука в сторону. Контроль в руках, девочки. Держите. И пробуем еще глубже идти к грудью до полу дотянуться. Правая колена согнута. Супер выкрутасаны. Один. Два. Три. Молодцы. Четыре. Вот они наши наклонные сгибания. Это запедренные. Пять. Потихонечку выныриваем. Сгребаем ноги. Но не до конца. Правая нога на носок. Кто готов? Левая нога вперед. Руки по обе стороны от левой ноги. И тоже можно делать наклон. То есть у нас ханманасана в юге предполагает прогиб. То есть сегодня мы про наклоны работаем. Можете немножко тянуться вот так вот вперед к левой ноге. На ногу они себя тоже чувствуют? Вот так вот? Пашки мазанасами вот так вот. Тоже так. А если же вот так? Я даже не поддерживаю себя. Нет. Вот если прям куда-то печь. Но колени сильно сходят. Своё спокойное дыхание. Когда чувствуем, что достаточно. Собираем ноги. И в позе ребёнка, ребёнка, кролика. И постепенно переходим в положение, сидя доступным способом. У кого ещё ресурса много. Через гиньясу отжимая четверангу и так далее. Кому уже не хочется никаких усилий прилагать. Крест к голени. Садимся. И с круглой спиной ложимся. И сейчас я вам предложу сделать следующую вещь. Её в принципе можно делать и при ограничениях, связанных с проблемой шеи, даже третические дни. Потому что это больше не привёрнутая, а наклон. То есть нам нужно дотянуться ближе к стопам. Кто-то сможет за стопы, кто-то свалит себя за икроножные или под колени. И прижать бёдра к животу, позволив тазу чуть-чуть к листу подняться от пола. То есть это наклон, лёжа на спине. Вот. Руками держим ноги. Стараюсь всё-таки сделать захват за стопу, стопу в ладонях. Так высоко не поднимаете. Это не прохоласану. Но чуть-чуть поясница от пола поднимается. Слегка. Постарайтесь сделать так, чтобы ноги были параллельно полу. Но опять же, если ничего вам не мешает, колени могут быть подсохнуты, но намеренно их специально не сгибаем. И стараемся растянуть заднюю сторону тела. Очень бережно относясь, в первую очередь, к спине. С ногами там тоже надо быть аккуратным, но не настолько, как со спиной. И отсюда, если вы можете, готовы идти в перевёрнутые позы, руками подхватываем себя за поясницу, выходим в сорвангаз. Ноги вверх, вес на плечах, головой здесь не крутим взгляд или кончик носа, или большие пальцы ног. Остаёмся один, два, три, четыре, закрывайте глаза уже, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мягко уходим ноги за голову, халасана. Потихоньку. Не обязательно, что ноги достанут до пола, но здесь уже старайтесь сделать таз над плечами, всё-таки это уже перевёрнутая поза. Руки могут остаться на пояснице, либо убрать их за спину и собрать замок, замком подотянемся к полу, доставая кистями рук до пола, разгибание в плечах, раз, два, Кристина, тоже можете сделать замочек, три, четыре, и вот Кристина, хорошо, пять, шесть, семь, восемь. Придержите себя руками за поясницу, чтобы не потерять равновесие раньше времени. Любая вариация лотоса, скрест голени, полу-лотос или полный лотос, если завяжите сейчас, руки на коленке, локти пробуйте выпрямлять, сохранив баланс только на лопатках. Если не готовы держать баланс только на лопатках, одна рука на пояснице остаётся, два. Хорошо. Одну руку на колено, три. Ноги так, оставьте, как были. Одну руку на колено, четыре. Да-да-да-да-да. Доп-доп. Пять. Меняем руки. Шесть. Смелее. Смелее я не дам вам упасть. Семь. Упаду. Я же здесь стою. Восемь. Девять. Десять. Потихоньку, придерживая себя руками за поясницу, раскручиваем позвоночник, опускаем таз на пол. Скреску или нелибая бабочка лёжа, субтабадхатанасана. Локтями толкаем пол. Прогибаемся. Раскрываем грудную клетку, запрокидываем голову, закрытые глаза. Полное глубокое дыхание. Отлично. И переходим в шавасану. Вытягиваем ноги, вытягиваем руки. Ваши глаза уже закрыты. Немножко пошевелитесь. Подвигайтесь. Устройтесь максимально удобно, комфортно, зная, что в шавасане мы не меняем положение тела. Поэтому сейчас найдите то положение, в котором вы сможете полежать без движения, позволить себе такую роскошь, как расслабиться, отпустить напряжение, отпустить любой дискомфорт, если он возник у вас в теле во время тренировки. Позволить той энергии, которую мы здесь накачали нашими усилиями, усвоиться в тело, распределиться в нём в нужном месте, в нужном объёме. Прямо знаете об этом. Примите этот факт. Лучше, конечно, с верой, с верой в это. Но даже если вы не особенно в это верите, оно всё равно работает. Пусть те силы, которые вы потратили, те усилия, которые вы потратили на упражнения, восстановятся, вернутся к вам, и вы ещё сверху наполнитесь той энергией, которую вы создали, своей тренировкой, своей практикой. Наполните себя энергией, жизненной силой, здоровьем. В процессе практики шавасана мы обычно стараемся отпустить ум, от ума посторонние мысли, ни о чём не думать, ну или в крайнем случае, наблюдая за своим расслаблением, восстановлением и собственным дыханием. Ну и сейчас мы сделаем такую практику, практику осознанности на самоисцеление. И я буду называть разные участки вашего тела, вы будете помещать своё сознание в это место, в этот участок, двигаться не надо, шевелиться не надо, вы просто мысленно визуализируете эту часть тела, можно её мысленно также проговорить. И если вы знаете, что в этой части тела скапливается дискомфорт, напряжение, боль, там есть какое-то заболевание, например, да, вот связанное с этим участком тела, вы начинаете самоисцеление, вы начинаете с каждым выдохом, наблюдая за этой частью тела, отпускать эту боль, эту болезнь, этот дискомфорт, обдавляя, омолаживая нужный нам участок. Итак, внимание, переносим к стопам, просматриваем пальцы, ног, подошву, подъём стопы, лодыжки, голеностоп. И если у вас когда-либо будет раму вот в этой части, или вы просто знаете, что иногда ноги болят, устают, есть плоскостопие и прочие моменты не очень устраивающие вас, вы выполняете спокойное отдыхание, с каждым выдохом как будто выдыхаете вот все эти моменты. Ваши ножки становятся как ноги, совершенно здоровые, без болезненности какой-либо, без каких-либо проблем. Теперь поднимаем внимание к коленям, очень подробно просматриваем свои колени, коленные чашечки, подколенные сухожилия и зона вокруг колен. И точно так же, если колени иногда болят, мы дышим и с каждым выдохом отпускаем эту болезненность, напряжение в коленях. Если ничего не беспокоит, мы просто расслабляем эти участки, чувствуем, как энергия поступает в эту зону, и суставы здоровы, отлично работают, никак вас беспокоит. Поднимаем внимание выше к тазобедренным и подробно просматриваем область паха, копчик, тазобедренные суставы, паховые зоны, связки, крестец и поясницу. И вот эта зона, зона младхары, сансистанной чакры. Может, тут много разных бывают ситуаций, вот, каких-то женских, например, заболеваний, репродуктивной системы, до боли в пояснице, до смещения грыжа протозе. Я уверена, что всего этого нет. Но если что-то вы знаете, что вот иногда беспокоит в этой зоне, сейчас все внимание на дыхание, на то, чтобы продышать и с выдохом отпустить все-все-все ледяного. Дух, ослабление, самоисцеление, выдох, мы выдыхаем полностью доверяя этому процессу, то, что нам мешает жить. И поднимаемся внимание выше, по позвоночнику, к лопаткам, плечевым суставом и шею. Сейчас просмотрите заднюю сторону шеи, частично затылок, плечи и зону лопаток. Это верхний, поднимый отдел, верхний плечевой отдел нашей спины. И по той же технике, если спина болит, если вы словно сундулится, чувствуете усталость, напряжение, к сожалению, это бывает у многих, особенно если образ жизни сидячий. Дышим и самоисцеляем себя, выравнивая и самочувствие, и даже осваивание. Постепенно поднимаем внимание еще выше, затылок, макушка, боковые стороны головы, виски, лоб, вся голова в целом. И здесь же лицо, мимические мышцы, и здесь же все ситуации связанные с ощущением в голове, давления и так далее, реакция на смену погоды, зрение, обоняние, слух. Мы дышим. Фокусируя внимание на том моменте, который для нас наиболее актуальный, наиболее значимый. И с каждым выдохом отпускаем все то, что нам мешает. И мы помним, что эту практику можно делать часто, регулярно, каждый день. И таким образом, накопительным путем заниматься самоисцелением на ментальном, на аналитическом уровне. Сейчас мы остаемся в полном расслаблении, чувствуя себя совершенно вторыми, наполненными, еще несколько минут, чтобы окончательно восстановиться, отдохнуть и расслабиться.